Здравствуйте друзья! Вторая часть моего урока, посвященная телеметрии, рассказывающая про способ автоматизации аварийных уведомлений от датчиков протечки и дыма, вызвала большой интерес и вы своими комментариями проголосовали за продолжение, которое я и представляю вашему вниманию. Этот урок объединяет в себе темы телеметрии и управления Home Assistant через Telegram. Рассмотрим разные варианты фильтров для выборки, а также я расскажу про возможные подводные камни и способы их обхода. Напоминаю, что решение которое я показываю, это лишь один из возможных вариантов, наверняка он не единственный. Поэтому буду благодарен за конструктивную критику и вашей реализации этого решения. Если вы еще не подписаны на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. А если вы поставите лайк этому видео, его смогут найти больше людей. Также вы можете поддержать развитие моего канала материально, все ссылки в описании. Перед тем как начать, хочу дать рекомендацию. Проверить все свои устройства и деактивировать все объекты, которые вы не планируете использовать в автоматизациях и мониторинге. Например, для датчиков, работающих на батарейках, мне кажется нет смысла в сенсорах с данными о количестве сбоев питания и температуре устройства. Это все нужно для того, чтобы оптимизировать работу системы, иначе она будет вынуждена перебирать десятки ненужных объектов. То же самое касается тех настроек, которые делаются разово. Восстановление после питания, статус диода, режим работы. Их можно провести в интерфейсе интеграции, не заводя сенсоры в Home Assistant. Бывает и так, в частности ZigBee 2MQTT, что после очередного обновления, появляется много новых объектов, которых не было раньше. Поэтому такие проверки, по возможности, нужно делать на периодической основе. Также обращайте внимание на то, чтобы все объекты имели понятные имена. И разберемся с терминологией. Устройство, обычно это физический датчик, который может иметь целый ряд различных параметров. Эти параметры называются объекты или сущности. В свою очередь, каждая сущность имеет свой ID, техническое имя. Которое начинается с домена, к которому она относится. Свет, реле, сенсоры, бинарные сенсоры и так далее. Для бинарных сенсоров и сенсоров, есть понятие класс устройства, которое можно менять в интерфейсе или разделе кастомизации. Также есть название или friendly name, то как это устройство будет отображаться в интерфейсе. Тоже можно настроить или в интерфейсе, или в разделе кастомизации. Все это может являться частью фильтров. В этой части я расскажу про параметры, которые решил вывести в телеметрию, а также те фильтры которые для них использовал. По той же логике можно будет построить шаблоны и для других запросов. Текстовый файл с моими сенсорами, вы найдете по ссылке в описании. Структура всех сенсоров такая же, как я показывал в уроке по аварийным уведомлениям. Забегая вперед скажу, что для использования в этом кейсе, к сенсорам я сделал еще одно важное дополнение, но об этом дальше. Сенсору присваивается цифровое значение от нуля и выше, это количество объектов которые отвечают условиям выборки. А перечень названий, я имею ввиду как раз friendly name, записывается в атрибуты, из которых потом формируется список отправляемых сообщений. Начнем с простого фильтра, который выбирает все объекты домена light, светильники, со статусом включено. В моем случае сюда кроме физических светильников затесались и логические устройства, созданные на платформе template light. Кому интересно я рассказывал в них в одном из видео ссылка в описании, но кроме показанного в нем объединения нескольких светильников, существует еще много вариантов создания продвинутой логики. Если интересно как еще можно применять платформу template light, пишите в комментариях. В данном случае помогло использование стандартных идентификаторов. Если в формировании списка вместо названия я выведу ID, то мы увидим что технические имена всех виртуальных светильников, которые я сделал, заканчиваются на слово virtual и это можно использовать как фильтры при формировании выборки. Поэтому к первоначальному условию домен light и статус включено добавляем еще одно. Тут мы в идентификаторе, техническом имени ищем те, которые заканчиваются на слово virtual. При этом нас интересует не прямое соответствие, а те идентификаторы, которые не содержат этого слова. Вот вывод списка с дополнительным условием, тут осталось 3 светильника, только физические. Еще раз покажу вывод без второго условия, тут добавляются еще два виртуальных. На примере светильников покажу еще один вариант фильтрации, возможно кому-то пригодится. Сейчас в списке светильники из разных комнат, как видите название у меня тоже стандартное. Добавив еще одно условие поиска в название, мы сокращаем вывод только до того светильника название которого начинается с коридор. Либо если убрать оператор нот, отсеять те светильники название которых начинается со слово коридор. В текстовом файле, который я добавлю к уроке, вы найдете и такой пример. Также для телеметрии будут полезны и необходимы те сенсоры, которые будут выводить список объектов со статусом unavailable, недоступно. Фильтр тут очень простой, меняем только домены. Светильники, реле, сенсоры, бинарные сенсоры, термостаты и так далее. Вернемся к вопросу, который я поднял в самом начале видео, зачем нужно отключать неиспользуемые объекты. Чем больше у вас устройств, тем больше у вас в системе будет различных объектов, даже тех которые действительно нужны. И каждому созданному сенсору для получения результата, надо перебирать огромные списки. Поэтому, отключая неиспользуемые, вы просто избавляетесь от ненужной нагрузки. Еще одна полезная выборка, которую можно запускать для релей и розеток со статусом включена. Здесь добавлено еще одно условие, которое выбирают только те, у которых значение атрибута мощность выше 10. Сюда попало две розетки от ноутбука и холодильника. А в таком варианте все, у которых потребление больше нуля, может пригодиться для обнаружения нагрузки в розетке. Сюда же напрашивается сенсор, который будет следить за состоянием уровня заряда батареек. Для этого в цикле перебираем все объекты домена сенсор, с классом устройств батарейки. И состоянием ниже 30%, это поможет заранее подготовиться к замене. Для проверки изменю значение на 60% и видим, что вывод отрабатывается корректно. И расскажу еще об одном сенсоре, который создан для мониторинга напряжения в сети. Список атрибутов тут стандартный, мы такие уже рассмотрели. Здесь создается список сенсоров с классом устройства напряжение, и состояние которых не равно, недоступно, неизвестно или нет. А вот в состоянии тут несколько иная конструкция, отличающаяся от других. Так как меня интересовало не количество таких сенсоров в системе, а среднее значение напряжения в сети. Для этого в начале конструкции я объявил еще одну переменную под кодовым названием напряжение. Которая через глобальную функцию namespace присваивается начальное значение 0. Условия выборки не менялись, сенсоры напряжения с каким-то значением. Как вариант, тут можно использовать условия подобные сенсорам мощности или батареек, например значение больше 100. И внутри цикла, кроме создания списка удовлетворяющих условиям объектов, я суммирую все значения напряжений. К изначальному нулю добавляется значение первого сенсора, потом к нему второго и так далее до конца цикла. И вывод. Сумма всех сенсоров напряжения, деленная на длину списка, то есть их количество. Получаем среднее значение напряжения в сети. В данном примере 225,5 вольт. Не считая двух сенсоров, про которые я рассказал во второй части видео по телеметрии, у меня получилось еще 13 штук, которые смотрят за доступностью или состоянием тех или иных параметров. Каждый из них отслеживает длинный список устройств, которые входят в выборку. И при изменении статуса любого из них перестраивает ее. То есть большую часть времени выборки проходят безостановочно. Кроме аварийных сенсоров, за которыми нужно следить постоянно, значение телеметрии актуально только в момент запроса. Поэтому, чтобы убрать ненужную нагрузку на ресурсы, а столько тяжелых шаблонов могут существенно повлиять на загруженность системы. Я обратился за помощью к триггер based-сенсорам, про которые я уже рассказывал в одном из своих уроков. Для этого я создал виртуальную кнопку и назвал ее обновление телеметрии. Урок про кнопки я тоже снимал и его вы сможете найти по ссылке в описании. И все созданные сенсоры перевел в режим активации по триггеру, нажатию этой самой кнопки. Изменения минимальные, структура и шаблон точно те же что и были, просто в начале прописывается несколько строк для триггера. Для всех сенсоров одна и та же кнопка разделять нет смысла. Теперь все эти сенсоры находятся в так сказать спящем виде, а обновление происходит только по указанному событию. Выводить в онлайн есть смысл только те, на которые нужно реагировать максимально быстро. Как датчики протечки и дыма, их я оставил без изменений. Последнее вывод в telegram. Это меню я сделал частью большого меню управления, про которое я уже рассказывал в своем уроке. Автоматизация для него, аналогичная другим, вызывается при помощи инлайн меню и его триггером служит событие обратной связи telegram. Базовое меню отрисовывается командой телеметрия, можете поменять на свой выбор. Напомню, что этот пакетч в тексте вы найдете по ссылке в описании. Для обновления данных в перечне действий тут первым делом запускается сервис, нажимающий кнопку обновления данных в сенсорах. Далее задержка на полсекунды для отработки обновления, после чего запускается сервис удаления прошлого сообщения меню первого уровня. И отрисовывается меню второго уровня телеметрии. В конструкции тут ничего принципиально нового по сравнению с тем, что я показывал в уроке управления по telegram нет, поэтому подробно на нем я останавливаться не буду. Состоит оно из двух частей, текстового сообщения и инлайн клавиатуры. Для оптимизации кода обе части сохраняются в переменной. Вот так выглядит меню телеметрии. Вначале фиксируется время обновления. Далее идут шаблонные сообщения, которые берут свои значения с обновленных при помощи нажатия input button сенсоров телеметрий. Ниже идет клавиатура, которая запускает один из блоков селектора условий этой автоматизации. Тут тоже все блоки однотипные, каждый отзывается на свою команду запускаемую соответствующей кнопкой клавиатуры. Для примера возьмем блок вывода реле с потреблением более 10 ватт. В начале всегда идет обновление данных сенсоров при помощи сервиса нажатия виртуальной кнопки и задержка в полсекунды. Затем удаляется предыдущее меню и рисуется новое с обновленными данными. И тут есть небольшое отличие, так как нам нужно вывести и базовое меню телеметрии и запрошенный список, их нужно разделить. Поэтому переменную, которая выводит текстовую часть меню, я отрисовываю в разделе заголовка сообщения. В самом же сообщении используется шаблон. В первом строке идет сообщение зависящее от того, есть ли объекты отвечающие запросу или нет. Далее идет конструкция рассмотренная в уроке по аварийным сообщениям. Список соответствующих запросу объектов из атрибутов сенсора. Но в данном случае выводится не только название, но и значение, к которому дописывается слово ватт. Вот так выглядит отработка этого блока. Список, который состоит из названий и через дефис значений текущей мощности. Для списков где не нужно выводить значения, например открытых окон, вывод аналогичен показанному в уроке про аварийные уведомления. Текущую версию моего пакеджа с сенсорами и меню для телеметрии в Telegram вы найдете по ссылке в описании. Обновления будут доступны на моем гитхаб. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то что я делаю и вы хотите новое видео посвященное умному дому, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и Telegram канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира.